Он вернулся! Volkswagen Golf снова продается в России Но эта легенда угодила в ту же ловушку, в которой оказались другие машины, которые вернулись к нам после длительного перерыва Рынок уже поделен автомобилями, которые никуда не уходили, да и новые игроки времени зря не теряли В российском Golf-классе на лидирующих позициях плотно окопались Skoda Octavia и Kia Ceed Поэтому Golf нужно продемонстрировать что-то экстраординарное, чтобы создать хотя бы видимость борьбы с этими монстрами И с ценой уже не задалось Эта машина в самой дорогой комплектации и она стоит 1 659 900 рублей То есть дороже, чем самые дорогие Octavia и Ceed Так что же предлагает Volkswagen за такие деньги? Сейчас разберемся и расскажем об этой машине во всех подробностях А если вы хотите узнать, какие экземпляры Golf есть в наличии у дилеров и сколько они стоят, то переходите по ссылке в описании на Автору Все фильтры для вас мы уже настроили Ну и подписываться на канал тоже не забывайте Вот он интерьер, который многие считают эталоном класса и с ними трудно спорить Все кнопки и крутилки оптимального размера, у них идеальные усилия и находятся они именно там, где надо Материалы отделки тоже высококачественные, но если на момент выхода этого Golf на рынок конкуренты трещали и скрепили дешевым пластиком, то теперь они подтянулись и все находятся примерно на одном уровне Верхняя часть центральной консоли обшита мягким и приятным пластиком, а жесткий материал встречается только внизу К качеству сборки тоже никаких вопросов нет, ничего не скрипит и не люфтит, хотя даже у флагманского Туарега с этим не все гладко Геометрия посадки за рулем тоже почти эталонная, у кресла отличная боковая поддержка, хотя в валики выглядят довольно дохленькими Подушка регулируется по длине, а у спинки есть еще и регулировка поясничного подпора На нашей машине за это отвечает электропривод, на двух комплектациях подешевле регулировка поясничного подпора будет механической, а на самой простой версии на профиль спинки, увы, повлиять никак будет нельзя А еще на нашем гольфе есть функция массажа, ну как массажа? Валик поясничного подпора здесь сначала будет максимально выдвигаться вперед, потом подниматься наверх, потом вдавливаться в спинку сидения и так по кругу Я прелести не понял, но вероятно люди, у которых спина еще более больная, чем у меня, эту функцию оценят Руль настраивается как по углу наклона, так и по вылету, причем в широких диапазонах И в отличие от электропривода поясничного подпора, вот такой экран мультимедийной системы будет на всех модификациях гольфа, которые продаются в России Диагональ дисплея равняется 8 дюйму, есть поддержка Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link на всех версиях, кроме базовой, а в топе будет еще и навигация Качество изображения отличное, чувствительность экрана тоже на очень приличном уровне, а логика не требует вообще никакого привыкания И здесь же оставили две физические крутилки для регулировки громкости и настройки радио Цифровая приборная панель входит в базовое оснащение только для топовой версии гольфа, доступной на российском рынке Но для предтоповой модификации Airline она доступна в качестве опции за 30 500 рублей На версиях подешевле будут обычные стрелочные приборы с экранчиком бортового компьютера между ними За почти 1,7 миллиона рублей у Volkswagen Golf будет подогрев передних сидений и руля Двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз, функция массажа кресла и салонное зеркало с автоматическим затемнением Но не будет запуска двигателя кнопкой, а сидения могут быть только тканевыми А почему-то на Kia Rio можно заказать и запуск двигателя кнопкой, и кожаные сидения Но к практичности гольфа нет практически никаких вопросов Большая ниша под смартфон располагается в нижней части центральной консоли И здесь же находится USB-порт На центральном тоннеле пара подстаканников с фиксаторами И здесь же еще одна небольшая ниша, в которую отлично лег бы ключ, если бы он не торчал в замке зажигания Еще один карман есть слева под рулем А под центральным подлокотником располагается небольшой бокс, куда отлично поместятся, например, ключи от дома Кстати, сам подлокотник регулируется по длине и высоте Наконец, есть большие карманы в дверных картах У них высокие стенки, есть место под большие бутылки и мягкая обивка внутри И по традиции, больше подробностей про интерьер и оснащение мультимедийную систему Volkswagen Golf смотрите в отдельном ролике Ссылку мы оставили в описании По размеру колесной базы Volkswagen Golf выступает даже новому сиду, пусть и всего 3 сантиметра Но, тем не менее, в немецком хэтчбеке тесновато Мой рост 183 сантиметра, я сижу за водительским креслом, которое отрегулировано под меня И запас для коленей есть, но его трудно назвать большим А ступни, подопущенные в полпереднее сиденье, помещаются едва-едва Да и запас над головой тоже не очень большой У задних пассажиров есть пара отдельных дефлекторов, электрические стеклоподъемники А также центральный подлокотник с парой подстаканников Причем дефлекторы будут на всех версиях модели, а подлокотник вы не найдете только в самой доступной А посадка посередине почти катастрофа Центральный тоннель массивный, ноги на него не поставишь Опоры направляющих передних сидений тоже стоят слишком близко Да и вообще диван слишком узкий для того, чтобы ездить здесь втроем на дальние расстояния Багажник у Гольфа небольшой даже по меркам класса Здесь 380 литров На 15 литров меньше, чем у нового Сида Ну а про Октавию вспоминать, глядя на все вот это, даже не очень хочется Хорошо хотя бы проем широкий, но плохо то, что есть пусть и небольшой, но заметный порог, через который придется перекидывать вещи Хотя много сюда не затолкаешь Организация отсека на твердую четверку Здесь есть крючки для сумок, розетка на 12 вольт, отдельная лампа освещения, пара карманов по краям отсека, а также фиксаторы для большой багажной сетки В подполе лежит полноразмерное запасное колесо, между прочим, на литом диске, но не обольщайтесь На версиях подешевле, запаску натянут на штамповку Здесь же находится набор инструментов и немного места есть под мелочевку До рычажков складывания спинок второго ряда можно легко дотянуться прямо из багажника В таком случае объем увеличится до 1270 литров и получится практически ровная поверхность Как всегда, больше подробностей про практичность Volkswagen Golf смотрите в специальном ролике, ссылку на который мы оставили в описании, а также ее можно найти в правом верхнем углу экрана В кармане слева под рулем есть отдельный отсек для хранения SD-карты, например, с музыкой Вот тут так и написано SD Камера заднего вида Golf встроена в эмблему, поэтому она всегда будет чистой Подстаканники в заднем подлокотнике регулируемы, но для того, чтобы изменить их размер, нужно вытащить вот эти штуки, а потом вставить их в нужные пазы На роли Volkswagen Golf есть кнопка включения системы голосового управления, но если вы нажмете на нее, то машина предложит съездить к дилеру и активировать эту опцию Да-да, в машине за почти 1,7 миллиона рублей все равно что-то не работает На Golf вставят электрообогрев лобового стекла, но без нитей, поэтому о нем можно даже и не догадаться Как вы уже догадались, Golf построен на глобальной переднеприводной платформе MQB с поперечным расположением двигателя Эту платформу Volkswagen использует почти для всех своих моделей, за исключением самых компактных Спереди здесь стоят стойки Макферсон, а сзади независимая многорычажка Во время теста Tiguan я сказал, что MQB возможно лучшая платформа для автомобилей, которые преимущественно используются в городе Но за рулем этого автомобиля меня не покидает мысль о том, что возможно это лучшее переднеприводное шасси, которое сейчас есть на рынке И какой же он живчик! Как азартно и безукоризненно эта машина следует за рулем, как точно встает на траекторию и потом по ней следует и безопасно доворачивает заднюю осью под сброс газа Ей-богу, ездить на этой машине почти так же интересно, как на трехдверном Мини И если британец кажется дерганым и истеричным, то Гольф правильный, отзывчивый и понятный, как дважды два А еще мне намного больше нравится, как здесь настроен руль Он не перегружен усилием, но, увы, обратной связью, по крайней мере на зимних колесах, особо не балует На российском рынке Гольф предлагается всего с одним мотором Турбированный четверг 1.4, но с двумя степенями форсировки На версиях попроще, она выдает 125 лошадиных сил, а на топовой модификации, как у нас, 150 лошадиных сил Но вне зависимости от версии, этот мотор работает вместе только с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач И когда едешь на этой машине, понимаешь, как далеко немцы ушли в вопросах настройки маленьких турбированных моторов и преселективных коробок передач Волей-неволей я сравниваю эту машину с сидом, на которой тоже ставится турбомотор 1.4 и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями И я не могу не отметить преимущество немецкой школы На бумаге мощность и крутящий момент отличаются незначительно, но по ощущениям разница очень заметная Сочный подхват тяги здесь ощущается с самого низа и не стухает почти до ограничителя И управлять тягой здесь значительно удобнее Сколько нажал, столько и получил Причем на почти любой скорости, по крайней мере разрешенной внутри города Здесь нет никакой задемпфированности, никакой задумчивости при переключении передач И все это без спортивного режима, тем более он есть только у коробки передач У Сида же для того, чтобы он ехал более-менее бодро, нужно обязательно включать спортивный режим работы управляющей электроники И что-то мне подсказывает, что в корейском хэтчбеке пользуются им не очень часто Для езды в городе этого 150-сильного мотора Гольфу более чем достаточно Эх, если бы на эту машину ставили еще турбированный 1.8 мощностью 180 сил, который есть у Октавии То его вполне можно было бы записывать в зажигалке Правда, и стоил бы тогда он значительно дороже А еще меня удивило, насколько комфортной кажется эта машина Даже на не самых маленьких 17-дюймовых колесах я практически перестал притормаживать перед лежачими полицейскими И машина справляется с ними уверенно и приятно упруго И при этом почти не пропускает удары в салон И ведь при этом при всем нет никаких хренов или раскачек Наконец, Гольф тихий И даже не по меркам класса, а в принципе тихий И это еще один плюс в его копилку Скажу честно, когда я узнал стоимость этого автомобиля А потом увидел торчащий в замке сжигание ключ и обшитый тканью сидений Я подумал, что Гольф очень близок к провалу Но проведя с этой машиной несколько дней, я кардинально изменил свое мнение За почти 1,7 миллиона рублей у нее будет очень достойное оснащение Хорошие материалы отделки, классный дизайн Но самое главное, что у нее практически нет недостатков на ходу Давненько такого не было Конечно, совсем без минусов не обошлось Гольф тесный сзади и у него очень маленький багажник Особенно на фоне некоторых конкурентов Но отвечая на вопрос покупать, не покупать или посмотреть конкурентов Я скажу покупать Если вы возьмете последний сид или октавию, то вряд ли разочаруетесь Но если купите этот автомобиль, то сможете оценить самое главное Что может быть у машины Классное шасси И не будете кичиться перед друзьями практичностью Или электронными прибамбасами Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok